всем здорово продолжается у нас партия за флоренцию зацените чё трапезунт замутил он напал на крымско-татарское ханство и нормально так отжил территорий но возвращаемся в италии и так что у нас тут было был каш нас тут шанс что случится гражданская война ну до сих пор есть этот шанс но мне получилось закорить и две провинции и упала ниже 10 процентов соответственно таймер остановился но чтобы его полностью убрать нужно легитимность до 75 поднять но еще немного осталось дальше мы обратимся к нашей династии анжу да также помню что у неаполя тоже анжу и в них есть такой вот король прекрасный 012 винцент от д джо в котором 70 лет и у которого нет наследника и вряд ли будет соответственно можно что-то тут предпринять но если наводим на этого короля мышку то мы видим то что кастиль и венгрия случае смерти в монарха начнут борьбу за власть поэтому нам стоит заклеймить их трон выдвинуть претензию ну чтобы это сделать и нужно иметь престижа больше чем у них у них 14 у 0 выпадал у меня тут мне было где-то 20 или сколько выпадал и венции полюс бюргером вроде бы то ли аристократом вот это вот задабривал короче говоря их за престиж не помню кого точно престижа нет где его взять набить его и не быстрее всего я являюсь контроллером курьи отлучил манферратского там графа князя кто он там неважно можно им объявить войну по хорошему казус были отлучен правитель там идет 125 процентов престижа то есть больше за всякие разные действия а призывать никого не надо чтобы этот престиж не распределялся нам надо в одиночку все сделать давайте мы это сделаем идею здесь должна быть его армия идем сюда потом сразу на салутся нам нужно будет выдвинуться выдвинуться нам прохода не дадут это плохо ладно как-то сделаем вот так корабли у здесь был счет 4000 но они могут пойти к нам но если пойдут ничего страшного так первых поймали получили целых два я даже поставил советника на престиж от наземных боев при 25 процентов салутся по-прежнему уйти мы не можем фонда тире от совое что они нам помогут в чем но пока что давайте распределим тут наши войска и попробуем по осаждать так мы получаем больше престижа чем их у неаполя у него троечка где-то он потратил на что-то у нас четверочка можно клеймить их трон минус 20 кидается нам престижа между совое начала также войну тесно говоря мы ничего все равно не сможем взять от него потому что тут смотрите 8 и 6 у него идет за эту пробку а у нас там еще висит 2 и 2 то есть будет выше 10 гражданская война надо капает короче говоря это нам не надо так что что мы возьмем можно подождать ну ладно давайте подождем 4000 человек умерло на осаде у папа 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 это что происходит у нас постели у нас формируется у нее с неополем и кости ли я нападаю до летом и нападает то напал это мы защищаемся против костерии но видимо у нас было сколько раз минус 15 престижа у них минус 14 ну не знаю по какому принципу она формируется правда она не хочет сражаться военные силы минус 8 сила альянса минус 9 да ну как вам сказать у них достаточно сильная армия 15000 не счет до нанять могут 17000 мин пауэра уже правда нету всем придется долго осаждать это все то нас тоже смен пауэра не особо-то хорошо дефенсив ворс и порта ну-ка ну-ка престиж 2 полка либо один полк вообще бесплатно а у бюргеров военное истощение бесплатно три форс лимита либо за 2 лояльности 40 монет а у нижних аристократов защита форта плюс десятка бесплатно вот видите к стиле она согласна описывать мир уже блин это как-то читер на еще не повоевали а уже мир не знаю но это как-то не по-пацански да господи ты возьмешь эту крепость наконец-то или нет у точно корабли надо свалить не апаре кстати интегрировал прованс себя ну давайте хоть немного посражаемся а то чё смеяться будете с меня что я вот так взял ее замерился взяли наконец-то 469 дней шла это осада ради чего ради военных репараций и сколько там 20 монеты даже не дождь 14 монет охренеть отступаем пока не будем набирать какие-то еще войска на от наших этого содержания там вырастет надо немного денег под накопить 66 это очень мало папка решил посражаться на сицилии но то он зря пусть они лучше к нам идут там тут можно выставить вот так как они сделали блокаду морскую только них вообще кораблей 9 галерок у нас больше да но не стали в осаду видите видите не перейдут вот если бы они пришли в сицилий цех к нам затем ставишь блокаду атакующего и он не может отступить и все о теперь к стиле не хочет мириться хотя там все равно давайте так хотя бы 20 процентов набьем и тогда можно подписывать и мир 26000 на осаде выставляют смысле а чё соточка папа не включил тут крепость что ли да нет включена а как это так сотка сразу офигеть чего себе наши все додики лезут сливаться надо чтобы сомневался ингры и римляне сражаются возле милана против бретонских войск а мы тем временем поднимаем наш уровень итальянской мощи становимся доминотной силой получаем аж два престижа ей а был также большой бой морской вот здесь но мы победили не хотел просто чтобы наш альянс терял ну как сказать морское превосходство это не назовешь но допустим вот у нас 6 теперь есть галер только наши остались все остальные пошли на дно ворга осталось 5 то есть мы можем там блокировать морские порты и так дальше начал все-таки набирать наши армии надо будет попробовать где-то что-то пробиться на врага как наши союзники к нам цепляются это замечательно пошли на ницу враг потерял уже сколько в 19000 наши тоже потеряли наши хотя бы в боях а он от истощения к стиле вон уже 5000 минус 20000 остается в резерве 30000 полная его армия завязывается бой подницей враг тоже подтягивает свои силы не взяли уже две крепости наших так на юге у них есть проход но они пока что не пользуются им давайте заходить сюда 40000 наших но зачем если тут узкий фронт так победа за нами с хорошим результатом не продолжают венгры идти табрин восстанови боевой дух куда ты лезешь мы давайте вот эти 8000 тут попробуем перехватить отлично мы еще быстрее пришли и не на минус один нас атакует отлично супер развалили их полностью у нас генерал очень хороший 45 правда на севере венгров могут развалить а ей тут 20000 идет нет 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 пробуем вот эту тысячку поймать не хочет это тоже отступил на войны север 85 у него блин то скинь скинь вот эту фигню и надо за ждать так победили победили отлично и вступили в бой они идут но если что отступим нет мы их разбили тихо тихо стоп 40 тысяч наших против 22 вражеских они со штрафом энрике 3 валуа атакует фернандину анжу стоп валуа о них разве не анжу валуа а у нас анжу и у венгра анжу а почему тогда кастелья претендовала на трон я че думал кастелья тоже анжу видимо как самая такая мощная страна что ли ну да они мощнее франции я не знаю почему именно они а тут победа явно за нами будет шоу отсюда хорошо посражались отступаем весь куда-то не надо пик тут враг таки не заходят может он боится от этого флота нашего давайте вот сюда отойдем а может мы бы по итогам этой войны забрали себе какие-то пробки такая вот мысляка не пришла раз мы побеждаем допустим сицилия да тут корки неопольские есть но тут идет агрессивка за них много но пусть идет еще вот так вот можно набрать 46 только это надо сюда будет идти ладно посмотрим смотрим по ходу дела военное истощение даже падает но потому что это не мы атаковали так кастельцы опять хотят в наших атаковать веронцев поляк помоги ходу я не успею хотя если вот эти успеют эти не успели все равно надо попробовать сожалению никого не поймали его чтобы сюда зайти это надо обходить эту крепость надо брать как-то я точно не буду на нее ставать подождем вот еще 11 тысяч идут вот на эту крепость у нас есть тут проход сейчас их поймаем оба пошло дело разбили одних и еще одни вот сюда идут ох тут что-то не нас херачат особенно по моральке это сказывается ну правильно 9 1 на шоке но мы побеждаем но большой ценой надо больше набирать кавалерию она в этом моде очень жесткая ведь и сколько у нее шока в два раза больше чем у обычной пехоты ладно пока еще стоим они вот сюда пошли 14 тысяч мин пауэра пащик как у нас у них осталось на войск все еще больше так поймали возле милана еще ну тут тысяч 17 наверное нет меньше вступили и 8000 в 0 c фантастика еще эти 8000 должны догнать и мы догнали продан ох ты еб за реку двоечку дают ну мы-то разбили даже с нормальными потерями но блин ну его нафиг это наемники я думаю были ведь вот 17000 у него почти вся армия из наемников состоит ну что теперь надо думать за сицилию здесь я надеюсь наши уже как-нибудь справиться давайте пошли сюда надо брать эту крепость сами социлийцы не хотят идти воевать а у них желание свободы большое поэтому и не хотят папа выбивает из войны ты ж папа но союз пока сохранился смогли выбить алин конный алинсон с этой войны там также еще британь почти согласно разбили наши тут союзники их войска минус 3 затем короче надо следить тоже их выбивать только поставил создавать шпионскую сеть чё-то тупил почему не ставил не знаю до этого так еще и сицилийские корабли пробуем еще раз тоже поймать переходим на саду миссины кстати зацените 67 развитием в палермо 67 законно пробьем стену чтобы это было побыстрее не хочется рекрутов тратить по 5000 на каждой осаде и поплыли сюда блокировать порт в поляки пошли на осаду стоп попал стоит их разве не выбили выбили только чего не тут делают они уходят все правильно текст наши тут опять хотят атаковать не знаю ну ладно пусть атакуют 6000 арты зачем нет что-то не проигрывают боли не хотят теперь теперь хотят все свободен 60 на 60 тысяч по потерям класса за 75 дней миссии нападает пошли атаковать надо их пробить обязательно ну хотя мы тут по-любому их пробел ты вижу некоторые провинции даже без местных укреплений 3 права не 4 даже так происходит какой-то плохой ивент минимал лут бурген получаем минус 15 процентов способности к осаде и прочие минусы минус 5 по моральке тут еще два форта надо взять ну вот это вот я бы минимум хотел брать да но это 48 процент надо тут еще короче далеко до этого венгрия очень сильно истощилась она в любой момент творится вместе с ней и польша которая берет крепости кстати вдвоем с неополем тут будет тяжело это все запущите полностью мы взяли всю сицилию но они вот вижу высадили 5000 но я не думаю что они смогут отбить и и перебрасываем все свои войска на север тут ураг было у него 35 процентов сейчас у него написано 100 она так считает чудесным каким-то образом но мы вроде бы успеваем их еще поймать так тоже закинем все что есть хотя нет 11000 подождут есть и подойдут качестве подкреплений все победили в этой битве тут еще поляк взял бы барселону и можно было бы помириться но мы тем временем опять возвращаемся на юг а не хватает транспортного флота только два транспортных корабля поля взял 38 процент у нас сейчас есть он соглашается отдать эти две пробки еще бы вот эту взять нам с 20 мы попробуем еще разбить сицилистскую армию поляков выбивают с валенсии в принципе и венгров тоже пробили очень сильно здесь не с этими своими пушками катаются да и у них очень сильное истощение что тоже бьет по моральке от сицилии войска свежие ух ты блин сейчас может он взять эту крепость не взял ждет нас молодец ох 11000 наших этих тебя генерала поставим нормального есть успели не взял из подкрепленных разбиваем поляка выбили а как это так а что поляк уже все до поляк уже все венгры сражается как а как это так они не могли из поляка выбить просто так поляк должен был быть бы независимым а как он стал независимым во время войны разве такое возможно что венгры потеряли у нее а потому что у венгров нету никого это что получается мы сейчас венгра еще сможем звонить еще под конец войны нам получилось лутонуть от два транспортных корабля еще два я заложил ищу галерку будет пятерик но пятерик это уже нормально давайте мириться блин минус четыре насильно а если вот так то нолик давай еще вот сюда попробуем высадиться на мальту о согласных плюс четыре монетки не хотят ну и ладно я думаю что нормально завершается то война 129 на 128 тысяч по потерям для этого мода это огромные числа особенно вначале ну и мы взяли полярмы 58 развития больше видимо только париже 85 до француза тут возле такие развития слушайте 42 26 56 22 27 27 вена 48 лондон 37 красотинополь 27 382 дуката а мораль армии 54 года минус 15 процент это шесть лет надо рискнуть ух стабильность не потеряли 700 монет теперь у нас я даже могу построить и новый уровень дорог по флоренции допустим эти сразу вам покажу как она тут происходит как идет это строительство дорог берешь вот этот upgrade roads нажимаешь на нужную провинцию ждешь вылетает вот такой вот ивент ты можешь начать прям сразу за 589 монет это строительство но ты можешь использовать либо свои очки админка дипко военка можешь взять и деньги от своих сословий и можешь направить своих людей из состава manpower на это все строительство вот тут вот прожимаешь например я хочу потратить административные очки 5 процентов мы это тратим идет 20 процентов админок и уже цена снизилась до 559 manpower например если тратишь то военку еще платишь и допустим 1400 это еще немножко снизилась давайте еще админочки сотку вот так вот пусть будет насчет сословий не знаю стоит ли это делать мне кажется они потом потребуют какую-то фигню для себя мне надо привилегии от них отзывать а тут даже нельзя от сословий ничего брать и вот видите написано это стоит не знаю почему раньше я смотрел это было перчета нету ладно будем пробовать финалайз payments хотят только я хочу посмотреть ради эксперимента допустим до павии сколько сейчас идет времени 18 дней если я построю эти дороги в столице это чем-то поможет чтобы сюда быстрее доходило или нет нажимаем finalize бабушка списалась значка то что она должна устроиться пока что нету возможно потом еще какие-то ивенты будут получаем очередной статус на итальянском полуострове menacing это у нас значит угрожающий с английского языка мораль к армии плюс два с половиной минус 25 стоимость советников плюс 30 процентов на агрессивку что-то такое знаете не бонусов нормальных не штрафов страшных союз верона я разорвал ну поскольку у нас теперь есть неаполь в качестве помощничка такого неплохого и плюс и ница одного сам неаполя верона она мне кажется свою отслужила слишком она уже маленькая и более не из из баллоний нам надо идти на баллонию чтобы вот куда-то сюда выйти плюс к тому милан подписал союз костерий этой войне то мы легко затыщили можно сказать но это считайте польша еще сражалась на нашей стороне да тут и милан большой короче это будет все не очень хорошо поэтому я предлагаю подписать союз французами нас общий враг бургундия до французики соглашаются ну и плюс они будут нам помогать против той же костерии воевать а раз в год смотреть капает вообще прекрасно француз соглашается воевать против милана ну и чудесно а вы им значит потом как же насчет этих дорог идет строительство повесился вот такой модификатор что дорога строится будет готова через пять лет в марте 53 года никаких пока вот за два года ивентов не выпадало ничего будем следить за ситуацией да также у нас доступна новая группа идей военные наверное пока не буду брать я еще не закрыл тот лимит который у нас есть 18 что он слишком быстро растет ну и насчет неополя давайте посмотрим как его интегрировать можно у него слишком много провинций 24 на 17 а то у нас типа 17 да но это мы перебьем рано или поздно ну хотя ему сицилию надо возвращать но это такое то не страшно то аннекс и junior partner you will need to centralize your nation and wait for the assimilation process to be over короче вы должны увеличить вашу централизацию и подождать пока пройдет процесс ассимиляции на данный момент этот процесс на пять процентов завершён 114 лет есть еще возможность проверить через решение сейчас мы посмотрим а ну насчет централизации я читал что нужно 60 или 60 это новосала на нее это 40 точно не знаю но короче нужно вот этот вот показатель чтобы у вас рос кто не в курсе как его поставить вот здесь вот ставите политику на раннюю централизацию плюс 04 она добавляет соответственно она тут растет и стабильность должна быть положительная и коррупция нужно забивать когда растет чуть быстрее рубцы если никак не могу упустить постоянно то ивентом каким-то нам добавляет по когда беру вот это вот задобрение ли бюргеров или аростократов там приходится и и отдавать мне хочется просто там стабильность отдавать или что-то такое лучше это отдать раз она падает и давайте по решению еще посмотрим вот чувство пользы выберите политику относительно ваших униатов снизу приведенный список возможных взаимодействий с вашими партнерами можно делать только один раз на одного монарха это может привести к увеличению желания свободы интеграция зависит от разных взаимодействий от развития от количества лет по централизации технологии так дальше еще какие-то акты должны быть активны зеленые так понимаю это уменьшает время до манико не акт десятой админ тех у нас он есть полисе регалина сенфазе момент полисе смотрим от развития зависит это дается 25 лет уровень централизации на 11 процентов медленней что это значит типа у нас недостаточно да и на 10 процентов быстрее за каждые 10 уровней админ технологий его тут различные действия которые мы можем принять давайте посмотрим вот это вот маленькое что такое аристократия неополя ответила позитивно на то чтобы мы быстрее интегрировали их бюрократию нашу 10 лет написано ну-ка сейчас проверим тут такие есть 114 нет вот 104 нормально обновилась тут просто еще не обновилась понятно нужны очки вот эти вот вываливать тогда она быстрее пойдет теперь мы ничего не можем взять понял значит нужно было брать вот это дороже чтобы по 50 то есть наш текущий монарх фердинанда уже сделал о том же так будет делать поняли разобрались хорошо ребята на этом уже точно будем заканчивать благодарю за внимание спонсора подрыв за поддержку за ваши комментарии за ваши лайки тоже большой вам респект на этом все всем пока до новых встреч